И так, друзья, готовим котлеты по особому рецепту. Фарш я буду делать сама. Смотрите, что у меня есть. У меня есть филейки. Вот столько это куриное филе. У меня есть свинина, беточное мясо. Фарша будет много. И вот такие хорошие 3 луковицы. Дальше нам понадобятся грибы, шампиньоны. 250 грамм. Здесь они небольшие. Это все пойдет на блендер. Также я замочила в молоке чуть-чуть белого хлеба. Нам понадобится манка. Мясо я сейчас порежу. И буду не в мясорубке, а у меня есть такой старенький блендер. Старенький. Уже цвет давно поменял с такими ножами. Он очень эффективный. Хоть и старенький, но очень эффективный. До сих пор работает как новый. И можно контролировать, будут ли это крупные кусочки или мелкие. У нас должны быть средние. Так, режу. И все. Эти кусочки я закидываю. И сейчас я их перемолю на этой штучке. Можно через мясорубку, как кому удобно. Можно покупной фарш брать. Ассорти, либо конкретно курицу, если вы не любите свининку. Вот так вот тут закрывается. Ну и вот такая вот штука, как от блендера. И смотрите, вот такая структура получается. Отлично. То, что надо нам для фарша. И в одну емкость я вот так вот убираю. То же самое я делаю со свининкой. Режу ее на кусочки. Запихиваю не сильно много, чтобы оно нормально у нас все там прокрутилось. Смотрите, друзья, минута и уже фарш из свинины готов. Все оно тоже перемололо от лесенка. Такая у нас структура. И заряжаю оставшуюся свининку. Смотрите, следующая порция готова. Тоже вытягиваем. Достаточно так получается его. Смотрим, если где-то прожилки не перекрутились. Мы просто их достаем. Вот такие вот штучки достаем. Теперь режу цебульку. Лучок. Пожалуйста. Отправляем. К одной части боли я вот подосрежу. К одной части боли я вот подосрежу. Ой, капец, уже плачу от лука. Высыпаю. Высыпаю и плачу. Смотрите, вот он такой получается. Очень даже то, что нам надо как раз. Ой, блин, надо пойти умыться. Не могу. Ставьте лайки бы, я уже плачу. На цей цебули его надо умыться. Все, вторая порция цебули. Так, все. И сейчас мы промоем грибочки. И тоже это все измельчим в блендере. Вот наши грибочки промываем и измельчаем. Грибочки промыли. Сейчас я так быстренько пополам буду резать. И закидывать в блендер. Все, грибочки тоже промололи. Где-то они крупнее получаются, где-то вообще такие мелкие-мелкие. Но это даже очень хорошо. Смотрите, сколько фарша получается. Но это же еще не все. Что ж, перемешать это все красоту надо. Добавляем хлеба. Так, вот это твердое. И нам надо это все вымешать аккуратненько. Подсолим, поперчим. У меня есть, кстати, тоже купила приправу для фарша. Вот я ее и добавлю. А так можете солить, перчить по вашему вкусу. Яичко я буду добавлять почти в самом конце. А в самом-самом конце уже буду добавлять манку. Тут у меня фарша получается много. Я буду его делить на два раза. Половину я приготовлю сейчас. А половину я просто положу в морозильную камеру. Так, вот такая приправа до фаршу. Приправа к фаршу. Тут уже все. И соль, и разные травы, и перец. Так, на глаз сыплю. Все, а может потом попробовать на вкус сырой фарш. Если будет по соли нормально. Так, и вбиваю два яйца. Смотрим аккуратно, чтобы шкарлупа не попала. Теперь опять начинаем пачкать руки. Перемешиваем это все. Итак, друзья, перемешиваем тщательно. Вот так вот снизу наверх поднимаем. Снизу наверх поднимаем. Чтоб у нас все тут полюбилось и подружилось. Еще добавляем. У нас получается хороших два с половиной килограмма фарша. И поперемешиваем. Так, смотрите, перемешали уже хорошенько. И сейчас добавляем столовую ложку манки. Манка будет как загуститель у нас, так и придаст очень нежный такой вкус. Даже не вкус, а консистенцию нежную такую. Приятную. Так. На такое количество фарша добавим еще одну столовую ложку. Помним, что у нас здесь три лука и 250 грамм грибов. Грибы и лук, они еще дадут свой сок. И фарш может получаться жидкий. Поэтому в этом случае надо смотреть, сколько манки добавлять, чтобы фарш получился такой хороший, чтобы можно было лепить котлетки. И еще добавим ложку. Ой, как красиво. Красиво. Смотрите, вот уже фарш полностью вымешан. Можно вот так вот уже котлетки делать. Друзья, вот я пищевой пленкой обмотала. Уже где-то около часа, полтора у нас постояла в холодильнике. Это вся смесь, наш фарш. Все. Убираем. И смотрим, какой он. отлично. Можно лепить шарики. Я подготовила противень. Постелила бумагу специальную. И небольшие, небольшие делаем шарики, как на тефтеле. и выкладываем. Смотрите, хорошо лепится все. Выкладываем. формируется вообще отлично. У нас шарики. Даже, видите, к рукам не сильно прилипают. Будем примерно готовить 30 минут. Температура 180 градусов. Где-то когда пройдет 20 минут, мы заглянем, посмотрим на их состояние на котлетки наши. Так, смотрите, друзья, сколько у нас котлет получилось. И еще вот столько фарша осталось. Я все это красиво упакую в судочек и отправлю в борозилку до следующего раза. Сейчас я заправляю все в духовку. Друзья, смотрим, что у нас получается на данном этапе. Прошло 20-25 минут и сейчас я их переворачиваю. Вот это то, что пригорело, это выходил сок. Это ничего страшного. Можно смазать бумагу подсолнечным маслом, чтобы она лучше отходила. Вот так я сейчас переворачиваю. Выключаем духовку и оно в закрытой выключенной духовке доходят котлеты. Друзья, по готовности я наши котлетки положила в судочек. Вот они так выглядят. Вид, конечно, не очень презентабельный, но тем не менее они очень вкусненькие. Так как я делаю это все на праздничный стол, конечно, вы можете поджарить, не заморачиваться, как вы любите делать, но сам фарш вы увидели, он очень вкусный. Я попробовала котлеты, уже все мы попробовали котлеты, очень вкусные. Короче, что я решила сделать. Так как это все делается на праздничный стол, я хочу, чтобы вид у них все-таки был красивый. У меня есть сыр, как он называется, сыр родомер и сейчас сверху на нашей котлетке я маленькие кусочки сыра родомера положу и микроволновку буквально для того, чтобы сыр растаял. И это уже будет иметь красивый вид. Все, и эту прелесть я отправляю в микроволновку. Вот такие получились красивые котлетки с расплавленным сыром. Это будет мясная тарелка, сейчас еще беточки тут окажутся. м м м м Субтитры подогнал «Симон» 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 я перемешала все как вы видите сыр расплавился и теперь все приобрело кремовый цвет еще немного и блюдо будет готово пюрешечка уже готово а вот наш борщ как вы видите вода кипит и теперь я буду добавлять фарш буду набирать на ложечку и аккуратно туда опускать все наши тефтели уже в кастрюльке плавают там эту прелесть я выключила и попробовала и могу сказать что это такая нежность очень нежная котлеты сама структура нежная вкусная тает прям во рту и этот плавленый сырочек придал такую вот именно воздушность и нежность вкуса очень советую прям очень что у нас с борщом уже видно что всплывают наши тефтельки вот так вот на ложку брала и пальчиком с ложки сюда спускала скажем так такой они неправильной формы не круглой не такой а как вот с ложки слазили так они и такую форму приобретали сейчас водичка закипит я добавляю капусту потом вместо буряка у меня будет такая вот домашняя заправка немного добавлю кетчи немного добавлю сахара соли я сюда кидаю две чайные ложки примерно две полторы где-то так также закину листик лабрушки и в конце уже закину саму зелень можно кидать капусту закидывать смешной борщ я не прижариваю никогда иногда когда есть бурячок я просто притушиваю на водичке на сковородке бурячок но зажарку на буряк я не делаю не зажариваю сразу по руке видно что есть кода ласковый и нежный так борщик пусть варится ну а мы пойдем обедать пюрешечку с тевтелями на сковородке с плавленым сыром и с овощами очень вкусно советую попробуйте очень замечательный классный этот фарш шуалочка спасибо большое тебе за рецепт очень нежные получаются и котлеты и тевтели и тевтели в борще универсальный фарш шуалочка 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 любые шуалочка шуалочка шоо х